Девушки отдыхают Все очень интересно и приятно Привет, меня зовут Юля, я думаю, вы знаете об этом Меня зовут Роман Бехметьев Меня зовут Эльчет И мы занимаемся музыкой Юлии Самойловой Мне так нравится, это нравится Вечные присадки, бег и бой и стыдно Мне так нравится, важно ждем с тобой один Все в том-то пиндерах И никуда не нашли Поверьте на пистолетах Для бога-дино Вся ладжа в жизнь Уместится в одну Музыку лета Мы забрались сюда, за город вообще Москвы, далеко от Москвы на самом деле, для того, чтобы писать музыку. Раньше у меня была группа, мы снимали «Гараж», и в этом «Гараже» происходило все наше творчество. Я могла сочинять тексты, ребятам музыку. Сейчас опыт, наверное, немного похож. Есть только мы, природа и музыка. Музыка нас связала и тайную нашей стала. Упростил бы партию, я бы даже не внушался двухтотной партией. Когда ты работаешь в подобных проектах, очень важно абсолютно абстрагироваться полностью, исключить какие-то внешние факторы. Сначала по отдельности каждый пишет треки, потом у нас происходит мозговой штурм. Ты варишься с этими людьми в одном котле, и к тебе приходит больше понимания, что нужно делать. Ты чувствуешь своих коллег, и у тебя есть возможность чему-то у них поучиться или научить кого-то. Раньше мне приходилось работать по иной схеме, например, запись голоса в Москве. Аранжировщик живет в Питере, сводим мы это все, грубо говоря, в Дюссельдорфе. Процесс очень сильно затягивался. Одна песня могла писаться просто месяцами. Здесь мы быстренько собрались, мы постоянно в процессе. Уже вторая неделя заканчивается. И каждый день по чуть-чуть, по чуть-чуть у нас есть цель, мы этой цели достигнем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Надо послушать, вот еще раз сравнить. Есть? Я уже на сосуду, на сосуду, на сосуду. Чуть-чуть. Пусть сагитара что-то было, а? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я делаю разную музыку. Я как-то стараюсь вообще ее не разделять, я делаю просто музыку. Что-то получается не так результативно, что-то получается чересчур насыщенно и сложно. Ну, я в принципе люблю музыку. И делаю ее 24 на 7. Мы не будем привязаны ни к каким, ни к какому определенному жанру. Мы стараемся взять как можно больше из музыки и все это как-то скомпоновать и сделать что-то такое необычное. Мы решили отойти от вот этих всех эстрадных штук и попытаться поэкспериментировать по максимуму в очень разных и абсолютно не связанных между собой стилях, жанрах. Это просто будут новые грани меня. Я буду той же самой Юлей, но с другой стороны. Я считаю, что артист не должен себя привязывать к какому-то жанру. Я думаю, что человеческий голос и человеческие способности могут позволить себе намного больше, чем упираться в какие-то одни рамки. Поэтому я думаю, что нужно пробовать много разных направлений и не зацикливаться на каком-то одном. Банки вот те, которые ты кинул, вот то, что я слышу здесь намного лучше. Охрененный фильм. Скачаю вас. Саурус. Вот это… За… Старые звуки. Да, они прямо… Я на самом деле очень давно хотела показать себя с другой стороны, показать не просто какую-то милую девочку, а быть такой, какая я есть, с друзьями, какая я есть с родителями. Немного дерзкая, немного загадочная. Я раньше слушала очень много мнений, какого мне быть, как мне лучше делать. И чаще всего мне советовали не писать песен. Но Алла Борисовна послушала мои песни и сказала, Юля, не тупи, пиши. Пиши, показывай. Это должны услышать люди. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это прикольно, да. Вариант мне нравится. Но, типа, в том варианте было желание, кого, знаешь, приобнять и вот так вот постоять. Как ты хочешь танцевать или… Ну, когда танцевать хочешь, то приобнять. Определись. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не-не-не-не. Подожди. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Почему я решила работать именно с этими людьми? Мы познакомились с ней на телепроекте «Фактор А». Мы участвовали с ней вместе в этом конкурсе. Были в одной команде. Собственно, завязалась дружба. Потом был какой-то период, когда каждый занимался сам собой, своими делами. А потом мы стали вновь общаться. И я показывал Юле какие-то свои работы, свои песни. Ей понравилось. И она пригласила меня в качестве сауд-продюсера поработать над ее музыкой. Мы познакомились с Юлей, как ни странно, в этом же доме, да? Получается так. Я тут работал на другом проекте. Юля приехала. И мы поняли, что у нас все получится. Теперь я снова здесь работаю над альбомом Юлии Самойловой. Мне все нравится. Мы сделали песню «Вдруг рядом друг». Делал я ее не один. Мы делали ее с моим компаньоном Димой Яниным. Вдруг рядом друг, огнились вокруг. И мир к тебе притянет миллионы рук. Вдруг рядом друг, улыбнись своей. Ты полон добрых людей. Результат неплохой, но то, что делаем сейчас, это будет намного круче. Какого черта тетя Юля делает такое странное музло? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Вообще это громадная работа. И очень приятно наблюдать за парнями со стороны. Как они сосредоточены. Смотрят мониторы, там крутят какие-то штуки. Для меня это просто… Ну вы же там крутите… Слышишь? 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 Скажи. Слышишь? 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 этим спасибо я хочу сказать большое спасибо всем кто следит за моим творчеством подписывайтесь на мой канал пока а Субтитры создавал DimaTorzok